Георг Штрайбергер Эх, посмотрите, какой здесь динамичный повтор На одной внутренней лыжи выруливает Здесь динамично, плавненько, чётко сработал, собрался и стойку ещё внизкую закрылся Не зря нам эту женщину показывают Это Морган Миллер у вас на глазах Ну и, естественно, понятно, кто будет стартовать Итак, Боди Миллер, друзья Между прочим, бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Боди Миллер, именно в этой дисциплине, в супергиганте Ни разу он не выигрывал здесь соревнования на этой трассе, в супергиганте И, конечно, мотивация сегодня сумасшедшая У Боди, ну, давайте не забывать посмотрим, как он выступит Конечно, это очень важно, но... Агрессивный, хороший старт, посмотрите, он у Штрайбергера выиграл, а? На верхней части, какой молодец! Ну, вот здесь важно, переход надо скорость сохранить В этой части трассы как раз Штрайбергер немножко ошибся 110, это нормально, вот здесь такая компрессия на пологом склоне Она, конечно, идётся с большим трудом, но молодец Боди, то он развивает скорость, а? Какой красавец! Боди Миллер, друзья! Второй отрезок с полсекундной преимущества у него Эх, чуть-чуть там был сбой Такая достаточно... Ой-ой-ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет О! Ох, ну надо же, на скорости 100 км в час вот так вот это произошло, то, что вы видите на экранах, причем с лучшим результатом шел Боди Миллер. Ох, да, тут в таком моменте даже не знаю, ну что тут скажешь, руку вот это очень приятный кадр, поднимает руку Боди Миллера, так принято у горнолыжников, показывая всем, что с ним все в порядке, но падение было, конечно, ужасное, согласитесь. Да, какая жалость, ну вот как раз вы понимаете, такой, казалось бы, суперопытный человек, я представляю, какие сейчас мысли уже в голове, а, смотреть на это все, конечно, мягко говоря, не очень приятно. Это, вы знаете, даже для такого опытного мастера, я скажу, это как раз отсутствие соревновательной практики, сказалось. Посмотрите, ну просто развернуло, он тут только, ну на долю секунды потерял концентрацию, внимание, и тут же, посмотрите, его развернуло, и хорошо, вот лыжи сработали, автоматические крепления, и это очень важно при таком падении. Лыжи отстегнулись, и в этом плане, конечно, получше все закончилось падение. Так, смотрим еще раз, вот, может быть, с другого ракурса, посмотрите, как он его здесь немножко закрутило, вот, все, исправился, уже все в порядке. И здесь, вот в этом моменте, вот здесь компрессия, такая волна, а, вот, друзья, ну причина, наконец-то. Здорово, что у нас много камер, вот сейчас было прекрасно видно, он рукой зацепил, он рукой зацепил, почему его развернуло-то? Он рукой зацепил створ ворот, и поэтому мощнейший рывок, и видите, его просто разрывает, просто разворачивает. Да, ну, тут, как говорится, ошибка спортсмена, как говорят иногда тренеры, ничего с этим не поделаешь. Ну, сейчас, наверное, Дидье Куш нам пару слов скажет по поводу этого момента. Ну, что же, живой и здоровый, мы видим, все-таки, слава богу, спускается на финиш Боди Миллер, ну, а у нас перерыв немножко в соревнованиях. Ну, это ужасное, конечно, падение, да, это так, мы видели, он зацепил рукой ворота. Ну, и в том числе я видел, что в этот момент достаточно был чувствительный боковой ветер, и это тоже сыграло, сыграло свою роль. Ну, спасибо, в общем-то, да, мы также такой же, в общем-то, вывод сделали с вами, когда просмотрели вот эту ситуацию. Тут и потери концентрации, ошибка Боди, и, может быть, да, вот эта поземка, вот этот ветерок тоже сыграли свою роль. Да, падение, конечно, было ужасное, но все хорошо, когда все хорошо кончается. Мы видим, что Боди, ну, конечно, синяки, шишки у него будут, без этого никак, но, с другой стороны, что ничего серьезного не случилось. Да, друзья, Штрайберг, как оказалось, был все-таки побыстрее, тут все понятно. Ох, посмотрите, ой-ой-ой, ужасный какой разрез, это мы говорим, что травмы нет. Вот, посмотрите, какой разрез на ноге у Боди Миллера. Ой-ой-ой-ой. И, вы знаете, вот эта травма мне сразу напоминает то, что было у Свиндола. Вы помните, да, когда Свиндол здесь в свое время упал, на прыжке Золотой Орел, у него были просто ужасные порезы на ногах. И вот, к сожалению, у Боди Миллера, да, даже сказать-то трудно что-либо по этому поводу. Алексис Пентуро, друзья, но соревнования продолжаются, мужественные ребята, просто еще раз мы в этом убедились, в горных лыжах других не бывает. Но на Алексиса Пентуро тоже особое внимание, потому что два месяца назад на этой трассе в супергиганте Алексис Пентуро был...